Наверное, нет в стране такого человека, который не был бы знаком с сюжетом доброго старого советского кино «Любовь и голуби». История простоватого мужика Василия и его семьи давно стала родной и близкой, а реплики героев разошлись на цитаты. Тем сложнее было актерам Бердского народного театра «Лестница» и его режиссеру Светлане Лохненко представить публике свое видение этой, без преувеличения сказать, классики. Что касается спектакля «Любовь и голуби», это, как ни странно, оказалась пьеса наша. Мы почувствовали это и по зрителям, и по актерам, которые вошли во вкус и играют этот спектакль с большим удовольствием. Эта тема любви и верности, она же вечная, она всегда будет актуальна. В этом смысле пьеса беспроигрышная, главное, что она талантливо написана. По словам Светланы Лохненко, в пятницу в ДК «Родина» состоялся уже третий показ в рамках премьеры. Первый был в начале декабря, а второй раз пьесу ставили на сцене одного из городских профилакториев. Как и в первый раз, зал был полон, зрители не скрывали эмоций, ловя с детства знакомые реплики. Энфаркт Микарда. Трубец. Вот такой. Необыкновенно сильно в спектакле прозвучала финальная сцена. Для настоящей любви не страшны испытания, которые делают истинное чувство только крепче. Зрители приняли постановку, что называется, на ура. Многие отмечали достойный уровень игры бердских актеров. Очень часто смотрю фильм, ну и необычно было увидеть, как это увидел автор, непосредственно режиссер поставил. Интересно было увидеть, как сократили какие-то сцены, где-то что-то новое привнесли. Ну, в общем, как бы новое прочтение произведения. Мне актеры очень нравятся, несмотря на то, что они вроде как не профессионалы, но очень хорошая игра, мне очень нравится все. Очень понравилось. По сравнению с московским понравилось еще лучше. Я в Москве смотрю. И, конечно же, очень символично, что спектакль «Любовь и голуби» вновь вышел на бердскую сцену в преддверии весны, когда просыпается природа и обретают новую свежесть чувства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!